Можете представиться, я представлялся только что, душа есть у тебя? Ну все что-то снимали. Я вообще не знаю, кто вы, шо вы. Я вам представился, я фамилию и имя отчества называл только что. То бишь, на закон вам наплевать, правильно? Нет, не наплевать. То бишь, третий пункт 18 статьи вы... Вообще... То бишь, я увидел ваше службовое посвящение. А вы попросили? Там написано, при зверненні особи полицейский повинен назвать свое прізвище, имя по-батьку и посаду. А на вимогу предъявить службовое посвящение. Конечно, давай предъявляй. Зеляк, хотел сказать земляк. Зеляк Альберт Иванович, инспектор УПП в Харкетской области, 30-34-95. Не нарушайте 10-26, сделайте, если вы пытаетесь снимать, ввести фото-видео фиксацию. 10-26, не нарушайте. Я просто еще не успел сказать. Ну так повесьте так, как оно должно висеть. Спасибо большое. Не за что. Мне говорят, вы кто? Я сразу говорю, вот мой паспорт. А я тебе предоставил. А знаешь, почему я тебе документы сразу не давал? Потому что, во-первых, на законную вымогу. А потому что я боялся, что ты выпишешь постанову, как ты это сделал. Незаконно. Поэтому я документы сразу не приеду. Слышишь, а ты придешь в суд, когда мы будем обжаловать постановление? Ну, если в отпуске не буду, приду. А, в отпуске не будешь? А что, так не можешь прийти на службу? Все смешного такого, я не помню. Вот так приди в суд, докажи, что ты действительно полицейский. Если я буду в отпуске, я не приду, у меня оно не надо. Если я буду в отпуске, то бишь, над человеком ты смог поиздеваться, над ребенком, над женщин, а? Издевать, сколько он тебя по времени держал? Три часа. А я говорю, ребенку спать. Три часа вы не предоставляли документы. А у тебя обязан был? Я не свидетель, я вам лично светил фонарем, и вы лично читали. А потом отошли и сказали, а я забыл. Подожди, а ты показывал? Мы сказали, что я забыл, что я читал. Подожди, подождите. Ты скажи, ты показывал какие-то документы? Он убрал бодекамеру, и я говорю, у меня документы есть, вот. Ты держал вот так вот права? Просто показал, что они у меня есть. Красава, красава, молодец, вообще, 5 баллов тебе. Нахер ты показал? Ну, он сказал, какое-то удостоверение должно быть личности. Я не показывал ему... Я же тебе сказал, едут люди. А мне он сказал, что он мне показал. Нет, подожди, подожди, так он тебе показывал по свече. И он его за это остановил. А у нас где-то прописано, как должен он показать? Я, ну, ситуация однозначная, а вот как-то ситуация так выборочится, как будто типа я тут не прав. Не, вот смотрите, смотрите, вы говорите, что он показал вот так. Я тебе, я тебе, Сережа, как тебя... Да нет, ты туда иди, послал. Как? А ну, покажи, я забыл, я забыл. Коля, Коля. Коля, я тебе объясняю. Ты, во-первых, не дал реализовать 268, объясняю, что такое реализация. Реализация это когда ты переносишь дело, вы согласовываете две стороны дату, чтобы было вам удобно. Человек находит адвоката. Ты подготавливаешься, приносишь свои доказы, он приносит свои доказы. И вы рассматриваете дело в присутствии адвоката. Понимаешь? Это первый момент. А почему это сейчас? Почему? Я тебе объясняю. Ты не дал воспользоваться адвокатом. Человеку не дал воспользоваться адвокатом. А как теперь будет? Как теперь будет? Ну, жарить тебя через суд и все. Ну, наверное, на этом и сойдемся тогда, да? Да, думаю, нет. Тогда или нет? Думаю, нет. А как тогда? Ну, тогда или нет, или как? Думаю, нет. Какие мы будем предпринимать действия? Да руководство будет решать, что по тебе предпринимать, понимаешь? Вот так, да, посмотри. Так или суд, или руководство, или там и там, как? И там, и там. Все, понял, спасибо за разъяснение. Это было очень полезно. Я это все усвоил, запомнил. И буду теперь впредь это все вспоминать. А ты чисто Петросяна насмотрелся? Следующее рассмотрение буду проводить. Я обязательно буду вспоминать, как вы давали эти разъяснения. Спасибо огромное. Ты Петросяна насмотрелся? Красаво. В свободное время это делаешь? Мало. Или во время службы? Когда есть, тогда смотришь. Нет бы закон учить, а он Петросяна сможет. Да. Ну и так. Еще какие-то ко мне вопросы? Не, я не в процессе буду. Ты не переживай. Ты обиделся, ушел? Да. Обиженный? Да, как и ты. Да, если бы я был обиженный, я бы с тобой не общался. Ты почему мою маму трогал? Откуда вы взяли это вообще? Да, блядь, телефон нужно включать, когда нужно, понимаешь? Так еще вы не включали. Чистый. Позволяешь на личности переходить. По этому поводу показалось, ты будешь потом в мониторинге это писать. Ты понял? Мы будем писать. Чистый. Чистый самец. Конечно. Ты знаешь, что такое самец? Это человек, который доминирует над другими особами. Конечно. Мам. Конечно. А то он на личности переходит. Хорошо, переходи на личности. Да никто на личности не переходит. Ну давай на мужика. Ты хочешь сказать, что ты слово «мама» в мою сторону применял? Нет, не применял. А, ну видишь, ты, значит, безъяйцевый. А у вас есть? Конечно. Понял. Конечно. Понял. А то посмотри, смелый он какой. Слабых ты можешь обидеть. Да точно так, как и вы. А что ты мне выкаешь? Толпой. Ты ж... Какой толпой? Толпой своей накидываешь. Что значит накидываешь? На какой-то наряд одинокий. И начинает. Кто накидывался на тебя? Ты что? О чем ты... Я не за себя, я в целом за все конторы ваши. За все видео, за все каналы. Какие конторы? О чем речь? Начинается вот эта ситуация. Держись от меня на расстоянии. Я не хочу, я у себя тут на посту вообще-то смотрю. Я говорю, на расстоянии, не подходи ко мне близко. Я иду здесь, возле поста. Я иду, вот. Просто иду и снимаю. Хочу. Я говорю, не провоцируй. Ну, в палатке я хочу ходить, и я иду. Ну, так я отошел от тебя. Я отошел на расстоянии. Ну, ты подходишь. Я говорю, не подходи, я отошел на расстоянии. А ты говоришь, я хожу. Ты же не забывай, видео тоже пишется. Ничего, икать будешь потом. Понимаешь? Понимаю. А то, что ты на личности себе... Да никто не хамит, на личности не переходит. Послушай, ты только что без телефона, без телефона, сказал о моей маме. А теперь, если ты мужик, скажи, что ты это говорил. Я этого не говорил. А, ну все, ты тогда баба. Тупо голимая баба. Правильно, не надо. Тупо голимая баба. Понимаешь? Понимаю, понимаю. Да. Когда вынимаешь, да? Второе слово для потомков будет или нет? Для каких? Для твоих? Для своих хотя бы. Для твоих? Для своих хотя бы. Для твоих? Со слухом плохо? Да, плохо. Я повторяю, для своих. Для твоих. Точно плохо, да? Полно, полно. Ну, долго будет? Конечно будет. Теперь будет постоянно. Фото, видео фиксация, конечно. Безработный. Конечно. Сделайте пользу немного для государства. Я больше сделал, чем ты для людей, понял? Произведите продукцию какую-нибудь. Я больше сделал, чем ты сделал. Ты понял? Да? Например. Ну, нечего сказать? Да я потом все буду говорить. Да говорите сейчас. Сейчас я стою и вы. Что ты мне выкаешь? Ты же тыкал. Ты же тот герой стоял. Никто не тыкал. Все нормально было. Не надо перекручивать. Ерунда заниматься. Ты вот эту балалайку свою в отношении меня применяешь. Согласно какой статье? Какую балалайку? Свой мобильный телефон в отношении меня применяешь. Согласно статье какой? А ну скажи на камеру. Какой статье? Ну ты со мной ведешь диалог? Фиксируй все на камеру. Я в принципе фиксирую на камеру свою службу в целом. А ты должен чем фиксировать? А вы находитесь на посту. А мне запрещено это? Мне запрещено здесь находиться? Не хотите попадать в кадр? Не попадайте. Мне запрещено? Я вам не запрещаю. Ну таки все. Стои молча. Снимай природу. Иди туалет поснимай. Пойдите поснимайте туалет. Гомноед. Я не считаю необходимым отвечать на локации. Напишем на тебя отдельные жалобы. Это было ради какого-то пайпа или еще чего-то. Приехать. Послушаем. На пост. Просто вот так вот постоять. Просто постоять, посмотреть на идиота, который позволил обидеть ребенка. Ребенка обидеть. В 12 часов ночи. На женщину еще кидался. Конечно. Кто еще приедет на этот пост? Только как тут будет. Я приезжаю, людям помогаю. А ты, в отличие от других полицейских. Так скажи на камеру, будь мужиком, что ты только что на личности переходил. Чего ж ты не можешь это осознать? Не переходил. Не переходил. Не переходил. Десять раз повторите? Ты тогда получается не мужик, понимаешь? Даже не полицейский. Я целую кучу раз говорил. Не надо повторить по десять раз. Да, чтоб ты понял, что ты не мужик. Ты чисто голимая баба. Я думаю, вы просто повторяете одну фразу и в этот момент думаете о чем еще следует. Я тебе еще раз говорю. Ты перешел на личность. Ты позволил себе перейти на личность. А не позволил. Знал бы, что ты именно такая крыса. Я бы стоял постоянно с камерой. Я бы посмотрел, как ты бы сказал на камеру мама. Понимаешь? Не понимаю, если честно. Ну поймешь потом. Как бы формируй свои фразы. Главное, чтоб ты в мазах своих формировал. Понимаешь? Все нормально себя ведут, а ты как последний демон. Понимаешь? Ага, понимаю. Теперь понимаю. Чистый... Да, ну не надо так громко. Чистый... Чистый... Да вообще насрать. Да вообще или не вообще. Мне насрать на твои слова, понимаешь? Ну это все. Перешел на личность. Не надо тогда реагировать. Все, хорошо. Все. Чистый... Мы напишем еще жалобу за 10.26. Как ты фиксировал? Как ты розгляд справы проводил? Понимаешь? Я еще по поводу у тебя много накапаю. Как ты себя ведешь? Как ты общаешься с людьми? А то я вижу, ты сильно себя вольно чувствуешь. Очень сильно. Я даже не позволил себе в свой адрес что-то грубое сказать. Не отвлекать. А ты позволил живому какое сказать, понимаешь? Да, горячий инспектор. Да. Иди секунду. Да. А есть такой момент? Братуха, сейчас будут пытаться тебе вынести постановление. У тебя якобы не горит левая фара. Документы не показывают. Я помогу. Понятно. Потому что это ж... Уже сегодня оштрафовала так человека. Доброго ночи. Доброго ночи. Чему бы светлофар едет? Что я скажу, я русский. Я пою могу вам зручно спелку варить. По-русски или по-украински? На русском. На золение на русском. Понятно. Чем едет? Серьезно. Овощи. Овощи. Понятно. Документы в порядке. Нормально. Предоставьте. Пока не предоставляю ничего. Пусть начинают розыск правы. Я бесплатно помогаю. Без всякого этого. Потому что этот человек поступил нехорошо. Выудил у другого человека документ и вынес постановление. Если не горит, что делать? Ну, вы в приоре не могли знать, что у вас произошла техническая несправность. Не, я начинал, честно. Общайтесь, Серьезно. Предоставьте. Водитель станции выставили. Для чего, спросите? Может, да будет. Проверим документы? Там нету такого проверения. Документы есть. Все нормально. Давайте посмотрим. А у нас розыск права уже почався? И ты хочешь сказать, что ты делаешь все в рамках закона? Смотри, он должен еще показать доказательства твоей вины. Все нормально. Это просто человек, который стоит обиду. Кого? На кого? На тебя? Да на органы национальной полиции. На тебя? Да я органы национальной полиции уважаю, в отличие от тебя. А ты нет. Ага. Смотри, ты руками не махай. Вот это ты зря делаешь. Сторон-то будьте, да, да. Руками не махай. Я общаюсь с человеком. Общайтесь, дайте. Руками не махай, пожалуйста. Я махаю руками. Водитель, кстати, в паспорте. Он не снимал документы, личные данные. Понимаю. Все в порядке? Вас на дороге ничего подозрительного не видели? Возьмите документы. Знаю, что у вас в технице справа на снеговый фар. Чешное слово не знаю. Не знали? Вот сказали сейчас. Сейчас направо возьму. А смотрю, что случилось. Тоді пояснюю, что у вас отсутня такая обставина, як винность. Тому вы не особо, якая подлягает притягненню до адміністративной ответственности. Я вам объясняю, что это адміністративное право в жизни закрыто. Так, как вы, не знали про это. Вона не доказана. Винность особо не слупня. За левую фару? Вы молчали. И будьте добры. За левую фару? Ты хочешь сказать, что ты за левую фару отпускаешь человека? Согласно пункту правил. Еб***ь на козырёк. В 2143В вы имеете право прямовать до места ремонта транспортного задвила, до места стоянки привыкнути аварийно-секловой сигнализации и крайне правило сигнализации. Коля, ты что, неуменяемый? Пойдёте аварийку и аккуратненько до места стоянки транспортного средства. Счастливого пути. Ох, дружище, вообще им на зашло чётко. Получается, ты за левую фару отпустил человека. Ты знаешь, что в ПДД написано, что с левой фарой запрещено управлять. Ты отпустил человека. Ты отпустил человека. Да хватит стоять. Ты отпустил человека, дружище. Ты хочешь сказать, что ты нормально поступил только что? Да. То бишь, ты человеку разрешил нарушать дальше правила дорожного движения. Читайте ПДД. Извиняйтесь. А если я тебе сейчас покажу, что с левой фары запрещена эксплуатация? Да, надо бегать, это убого выглядит. Слышишь? Да. Если я тебе покажу, что с левой фарой запрещено, за это есть ответственность. Отлично, отлично. Ты отличный, отличный. Вообще им на красавчик. Молодец. Мягёшь. И мы посмотрим дальше, насколько ты грамотный у нас полицейский. Будем тебе... Единственное, во глаза, не надо светить, начинать. Я, к сожалению, это не я делаю. Я, чтобы обезопасить себя, чтобы ты просто не уравновешенный немножечко, и я не в глаза свечу, я вот просто на расстоянии стою. Чуть-чуть телефон как-то вниз хотя бы... Я просто, если вниз буду сейчас светить, ты можешь совершить какой-то глупый поступок. Понимаешь? Поэтому я, как здравый человек, я как здравый человек, я обезопасил себя. А вот за то, что ты позволил дальше человеку, без разгляду справы, отпустил его и сказал, что ты закрыл за малозначностью, за это, запомни, Коля, за это малозначности нету. Мы с вами вместе водку не пили. Понял? Коляша, не Коля. Ты за это как бы немножечко понесешь ответственность, дисциплинарно. Понял, понял. Понял. Да, вообще, красава, вообще, именно мягёшь. Именно мягёшь. Сам с собой? Да с тебя, идиота. Просто с тебя. Я понял. Так, тут ещё надо подумать, кто из нас сам. Вот именно вот это видео я приложу к жалобе. Да ради бога. Что ты нарушил 13.95. Ага. Ага. Ты же полностью нарушил. Да. Ну, посмотрим. Вот посмотрим. Рассказывайте это не мне, а в деле мониторинга. И всё. А ты именно такой плевал на всё, да? Нет, не на всё. Ну, ты говоришь, другой бы адекватный человек бы сказал бы, чувак, блядь, ну там перегнул там, бля-то-паля, может как-то что-то это, давай там забудем всё это. Да, там был чуть не прав. Нет, ты ж... Когда я прав, когда я прав, я извиняюсь. В чём ты был прав? Ты типа только что приписюнил за что? За то, что у него правая фара не горела, а этого отпустил с левой фара не горела. Не кричи, со слухом всё в порядке. У меня ж видео есть, как он с левой фарой едет, ебать, и ты закрываешь. Ты даже не открыл производство, ты его уже закрыл. Понял. Что ты понял? Я всё понял, я всё понял. Снимайте видео, только не кричите. Голова побаливает резонанса. Какого резонанса? В воздухе. Какого резонанса, дружище? Неприятного неприятного звука. Неприятный уже, когда ты, блядь, родился на свет. Вот это ты стал неприятным, понимаешь? У меня тут запанчивается, всё. Это у меня их и не было против тебя. Так не было, не надо и начинать это делать. Вот как ты, дружочек-пирожочек, блядь, службу несёшь. Решаешь, блядь, судьбу. Кому, блядь, жить, кому не жить. Ты посмотри. Да, повторяюсь по 10 раз. Походу, заготовленные фразы закончились, и уже по второму кругу не надо. Я не заготавливаю фразы. Да я уверен, заготавливаю. Я не заготавливаю. А то, что ты именно, гадёныч, перешёл на личное и вспомнил мою маму? Напоминаю, честь-то гидности, я не доторпан в его конституции. Не надо мне рассказывать и оскорблять. Это неприятно. Чего? Чего? Ты вспомнил мою маму? Щегол. Какую маму? Щегол, ты даже не можешь совершить мужской поступок и сказать, Водос, да, блядь, погорячился. Ты стоишь именно выдрачуешься, блядь. Водос, смысла не знаю. Водос? Да. Такое имя в паспорте. Да, мне вообще насрать, что ты там говоришь, понимаешь? Мне вообще насрать. Дело в том, ну, это неприятно. Что, мне насрать на твои слова? Могли бы и вникнуть в суть моих следствий. Принять это к сведению. Послушай, друг, ты только что оскорбил мою честь и гидность, понимаешь? Да, когда? 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 Дело в том, когда. А когда ж я твою оскорбил честь и гидность? А можешь мне показать? Да. Покажи, где я тебя оскорбил. Проматывай эти видео сейчас, конкретные. Какое видео? По секундам сейчас тайну посмотрим. Тебе видео показать? Да, конкретную секунду назову. Где я твою честь и гидность оскорбляю? А то, что ты мою маму затронул, то бишь ты это не берешь, да? Не надо перекрой, не отрицайся, да? Что не отрицайся? Я тебя не оскорблял, я тебя не унижал, я тебе не угрожал, ты что? Не так оно все было. А как было? Не надо теперь как бы отнекиваться от своих слов. Не отнекиваться? Ага. Можешь ответить за свои слова. Понимаешь? Еще раз это такое. Ну составляй 173, мать его, уже так. 173, это 51 гривна, это сильно мало для такой ситуации, которая... А сколько тебе нужно? Нет, мне надо, чтобы прекратить, чтобы не извиниться. А? Извинения достаточно. Вот когда ты извинися, тогда и я извинюсь. И поверь, мне труда не составит, в отличие от тебя. Извини. А за что извиняться? А за что извиняться? Вот и я. За что извиняться? Вот и я. Ты же даже понимаешь, ты даже не можешь ответить за поступок. Я на личность, запомни, я за все время нашего общения... Я не могу запоминать вообще этот диалог. Запомни. Я за все время нашего общения, я ни разу на личности не перешел. Ни разу. А ты себе позволил. Тыкать дома будете, это раз. Ты себе щегол позволил, понимаешь? Это раз. Ты чего себе позволил? Не надо повторить по 10 раз. Мы к этому возвращаемся постоянно. Праза, когда как бы излагается. Она излагается один раз. Ну, это по 5, 7, 10 раз повторять фразы. Это во-первых, как-то странно выглядит. Во-вторых, в целом, ничего. А как-то так. Во-вторых, вина, мне не надо lorsresp Kamala笑ых. Трелигая Note. Во-вторых. Ва-вторых. 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 Субтитры сделал DimaTorzok